ДАРСИ 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 Ты знаешь, чем Дарси от Браво отличается? Мягко. Сожаление не для снега. Да? Мы не видим где-то. Вы знаете, чем Дарси от Браво отличается? Нам не положено еще пока. Блин, на синий пояс, ты должен знать. Не положено, прости. Не положено? А кто знает здесь? Спросил тренер. Степ, ты знаешь, чем Дарси от Браво отличается? Я играл в ДАРС по пьяни. В Кедаулу. А в Браво не играл? В Браво не играл. Мне предлагали играть, но я очень боюсь в Браво играть. Но Дарси мне больше нравится. Стас, поступил вопрос в нашу рубрику. Вопрос достаточно сложный. Я несколько человек уже спросил, никто не может мне дать ответ. Все рассчитываем на тебя. Чем отличается... Чем отличается Браво Челк от Дарси Челк? В Нау-Ги, естественно, правильно? Ну, без использования захвата. Ну, разумеется. Ну да, мы же после Одесси, мы все только в Нау-Ги. Да, да. Мы в Ги по правилам Одесси. Окей. Можешь показать и рассказать, как тебе будет удобнее? Можешь на славах, конечно, но лучше покажи. Да, ну, смотрите, я правой рукой покажу, допустим, Браво, а левый Дартс. Ну, надо понимать, что это все удушение через руку, да, как треугольник руками, да. То есть, Head and Arm Choke, да, если так по-английски, да. Голова внутри удушения и рука внутри удушения. Браво, правой рукой. Вот, я сюда занвес, да, под голову через руку. Здесь захват. Ну, как по классике, вот такой за бицепс, да, как в Нау-Ги. То есть, в Ги есть вариации модифицированные в Ги, но мне нужно просто сейчас показать концепт, да. То есть, я пробиваю руку как можно глубже сюда, его затылок. Можно рукой отогнуть, можно локтем. Закрываю на бицепсе. Начинаю сдавливать руками и немножко помогаю корпусом за счет как-то спролла такого. Оп. Это Браво, да. А вот это Дартс. Ну, в принципе, и понятное ответство. Да. Просто так, ну, короче, правая это Брабо, а левая это Дартс. Вот. А может быть, покажи, пожалуйста, левый Дартс. Блин, вот он был уже левый Дартс. А, окей, левый Брабо. Блин, не могу. Не могу. Надо, чтобы у меня была другая левая рука. Либо две левых, либо две правых. Блин. Окей, ну, давай тогда подытожим. Да. Просто Дмитрий спрашивал, задавал вопрос, чем отличается Дартси от Брабо. Вот подытожим теперь в двух словах. Чем же отличается Дартси от Брабо? Да, на самом деле, я понимаю, почему такой вопрос возник. Многие путают Анаконду и Брабо. Брабо и Дартс, короче говоря, скрываю козырь. Это обычно одно и то же, насколько. Насколько я понимаю, насколько мне известно. Вот так, скажем. Вот. И вот это такое замешательство у людей за счет того, что, когда все только начиналось, вот это ММА, UFC, все дела. Удушение вот так. Это Брабо или Дартс. А вот так, если вы уходите в кувырок, это Анаконда. Вот оттуда, на мой взгляд, пошли вот эти все сомнения. Вот. И надо понимать, что Брабо изначально оригинальное название было Брабо грипп, это когда вы находитесь, ну, условно говоря, в закрытом гарде. Лапел вытаскиваем, передаем сюда. И вот такой кросс грипп за лапел, а не за воротник. Вот это называлось в оригинале Брабо грипп. Вот. А механика удушения Дарса и Брабо это одно и то же. Ты говорил, что есть какие-то разновидности Брабо в ги. Да. Ага. Надо понимать, что именно есть разновидности Брабо, но нет разновидности Дарса. Правильно? Мы уже разобрались. Вот. Уходим точно так же, да, под голову с рукой. Здесь я беру себя не за бицепс, а вот так вот, четырьмя пальцами вовнутрь рукава. Как и изики. И по сути дела, локтем я зажимаю его голову, и давление оказывается за счет моего предплечья, которое уходит на муршею, и за счет, ну, давления грудью, да. То есть я здесь все сжимаю, подкручиваю немножко, и можно сделать удушение. Чаще я лично его применяю прямо из хавгарда, то есть как из ни слайда. Вот когда я в этой позиции, человек держит мне андеркук, я ему держу оверхук. Часто, если у меня получается, я его локоть сгибаю, да, за счет работы корпусом и своим локтем. Голову его убираю сюда. Понятное дело, что я не дотянусь до своего бицепса, да, потому что я жиробас, но зато я могу дотянуться до своего рукава. И вот отсюда я могу его продушить, в принципе, вот этим модифицированным вариантом. Лично для меня работает. Всем жиробасам советую. Вот этот вариант можно увидеть у Альберта Крейна. Такой есть дядя. Это футболист такой известный? Да, да, да. Он в футбол в кимоно играет просто иногда. А, окей. В разминке. Ребят, спасибо, что задаете вопросы. Некоторые вопросы действительно интересные, некоторые, конечно, вы сами понимаете. Вот, но тем не менее, буду рад ответить на почти все вопросы. На самом деле, иногда, когда отвечаешь на вопросы, сам начинаешь думать как-то по-другому. Не как обычно, как борцы думают. Вот так. Вот. И задавайте вопросы, я буду рад на них ответить. Один, сейчас палец показал или два? Два. Здесь есть, это 3 минуты – давай. Поехалиording. О